Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Мы начнем с создания аккаунта компаний в Business Manager Facebook. Многие видели кнопку «Продвигать» на публикациях в Instagram, но для более точной и грамотной настройки рекламы, а также возможности ретаргетинга и передачи доступа к аккаунтам компании без передачи паролей, нам понадобится именно Business Manager. Начнем с того, что мы заходим на сайт businessfacebook.com. Это важно, потому что самая распространенная ошибка начинающих – это то, что они ищут менеджера в основном в Facebook. Заходим на эту страницу, авторизируем свою страницу и нажимаем в левом верхнем углу. Я покажу вам сейчас форму, а дальше буду показывать уже на примере существующего аккаунта фонда «Хрупкие люди». Добавляем название компании и заполняем все поля, включая имя и почту. Затем заполняем основную информацию о компании. Желательно подтвердить свою компанию, способ подтверждения можно выбрать, нажав «Подробнее». Теперь нам надо добавить страницы компании. Для этого переходим в настройки, а затем в «Объекты компании». Вы можете выбрать уже существующую бизнес-страницу Facebook и добавить ее в Business Manager или создать новую. Если вам нужно работать с бизнес-страницей партнера или клиента, нажмите «Запросить доступ». Для подключения Instagram выберите в выпадающем списке слева «Аккаунт Instagram» и добавьте нужный аккаунт. Как вы видите, у меня уже добавлены страницы Instagram и Facebook, поэтому сейчас мы добавим рекламный кабинет. В выпадающем списке выбираем «Реклама», затем «Рекламный аккаунт» и в моем случае мы создаем новый аккаунт. Вы можете запросить доступ к существующему рекламному аккаунту, для этого надо знать его номер. Дальше даем название аккаунту и выбираем «Валюту». У меня это «Рубли». Добавляем платежную информацию, я заполняю все поля, выбираю страну и нынн я пропускаю. Карта добавлена. Проверяем это через пункт «Билинк». Я этого делать не буду и переходим к добавлению участников команды. Для этого переходим в раздел «Люди» и нажимаем «Добавить людей». Выбираем тип доступа и указываем почту. Приглашение присоединиться придет на почту новому сотруднику. Расширенные возможности регулируют доступ к финансовой информации, а также вы можете выбрать тип доступа к конкретному объекту или аккаунту. Теперь, когда сотрудники объекта компании находятся в менеджере, мы можем пройти следующие шаги для грамотной настройки рекламы. Всю информацию можно поменять и дополнить в разделе «Настройки». Теперь переходим к краткому обзору разделов кабинета. Для этого переходим в раздел «Главное» и смотрим. В недавних публикациях мы видим охваты последних публикаций. Хочу заметить, рядом есть кнопка «Продвигать публикации». Это коварная кнопка, которая не дает нам полных функций продвижения. Я не рекомендую создавать рекламу через нее. Но для иллюстрации давайте на нее нажмем. Здесь мы видим ограниченное количество целей. ADC-менеджер предлагает нам в три раза больше категорий. Также тут нам предлагают продвигать именно публикацию, а не рекламный креатив. Если вам хочется быстрых и натуральных лайков, то можно воспользоваться этой опцией. Настройка рекламы займет 5 минут. Дальше есть совершенно прекрасная, на мой взгляд, функция планировщика без сторонних сервисов. Можно также делать отложенные сторис. Вот я его открыла. Это такой календарик с автоматическим постингом. Дальше вдохновляющий контент. Это то, как видит вашу деятельность Facebook. В нашем случае это аккаунт фонда Хрупкие. И мы понимаем, что алгоритмы пока не считали деятельность компании корректной на уровне контента. После запуска рекламы он проанализирует деятельность компании, и тут действительно появятся аккаунты условных конкурентов. Дальше в боковом меню у нас уведомления и входящие. Там все понятно, в уведомлениях можно следить за тем, запустилась ли рекламная кампания. Также быстрый доступ к планировщику и публикации. А еще раздел реклама. Мы переходим туда. Важный момент. Мы не запускаем рекламу из раздела реклама. Удивительно, правда? Честно сказать, он нам и не понадобится. Показываю его, чтобы вы запомнили интерфейс и на первых порах не пытались найти там настройки, о которых я буду говорить далее. Теперь идем в истинный рекламный кабинет. Для этого нажимаем на три черточки в боковом меню. Видим дополнительное меню всех инструментов и выбираем ADC менеджер. Он перекинул нас на страницу рекламного менеджера. Главное, что надо запомнить, рекламный менеджер, он же ADC менеджер и бизнес менеджер, это не одно и то же. Мы вернулись обратно. Вот это боковое меню все инструменты и будет основным для нашей навигации в кабинете. Самое сложное для тех, кто только начал свой путь в рекламных сервисах Фейсбука, напомню, что теперь они называются мета, без комментариев. Это понять, что где искать. Сегодня мы подробно разобрались с этим вопросом и уже на следующем занятии перейдем к изучению основ маркетинга и рекламы в социальных сетях. Бонус. Если вы освоили Фейсбук-менеджер и аудитории, другие рекламные кабинеты покажутся вам простейшими и вы очень быстро разберетесь с ними. Кроме гугловского. Его бойтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok